Уважаемые любители моих роликов и читатели моих книг! Сегодняшний мой спич будет посвящен четвертому варианту ответов на вопросов карантинного периода. Много вопросов пришло разных и интересных. Среди них блестящие стихи, которые можно почитать в подписях, за что я очень благодарен автору. Мне кажется, что он молодец. Стихи действительно отличные, точно соответствуют истории. И кроме этого, он явно владеет словом. Развивайте. Эта способность дана далеко не всем. Хотя поэтов очень много. Много вопросов странных. Например, Себастьян Торн, который говорит, что он учится программированию, ему очень тяжело приходится. Но почему? Понятно, он говорит, что невозможно все время этим заниматься, становится противным и хочется лезть на стенку. То есть возникают срывы. Надо переключаться. Я в своих книжках, и особенно в книге под названием «Церебральный сортинг и нищета мозга» многократно об этом пишу. Почему? Потому что срывы обязательно будут. Мозг сопротивляется как может вашему маломальски разумному занятию. Любая осмысленная деятельность тут же решает вас. Эндогенных наркотиков, канабиоидов, опиоидов, окситоцина, эндорфинов и много чего другого. И вы начинаете лезть на стенку. Это нормальная защита мозга. Мозг-то хочет заниматься только тремя вещами. Размножаться, трескать и выпендриваться. Больше ему ничего не надо. Он для этого создан в процессе только приматной эволюции продолжительностью 65 миллионов лет. Не пытайтесь его насиловать. Если пытаетесь насиловать, то делайте это аккуратно, чтобы он получал от этого удовольствие. То есть нужно чередовать. Четыре часа примерно нужно для того, чтобы нормально работать, а дальше нужен перерыв. Люда Березовская спрашивает. У нее дочка 13 лет, и где второй том морфологии сознания? Второй том морфологии сознания скоро будет. Он уже лежит в издательстве. Так что, в общем, претензии туда. Почему они там спят так долго из-за карантина? Может быть, заснули. Но он будет. Он будет в ближайший год, и все будет хорошо. И вы прочитаете про свою дочку, которую, конечно, 13 лет уже воспитывать поздновато. Но еще можно хотя бы понять, что у нее в голове происходит. Вообще-то, книжка эта писалась в морфологии сознания с примерно 1993-1992 года. Поэтому подождать несколько месяцев, я думаю, не проблема. Раз уж мне пришлось самому ждать без малого 30 лет, пока я ее доделаю. Это все делается очень небыстро. Просто много параллельных сюжетов, которые, в конце концов, как-то завершаются. Поэтому эти книги выходят регулярно. Это не значит, что они лепятся одна за другой. Нет, они шли параллельно очень многие годы. Ну, от этого, может быть, их интересно читать. Но есть вопросы рассказов про сны. Ну, как-то это совсем уж тривиально. Но вы ложитесь спать, вы хотите, чтобы ваш мозг хорошо работал во сне. То есть, попользоваться им. Ну, будьте так любезны. Подумайте на ночь о том, что вас больше всего волнует. Интенсивно позанимайтесь. Я сам так делаю. Сажусь, работаю за компьютером, на каким-то текстом или какой-то проблемой. И прям так не отрываясь, ложусь прям с ней спать. С этой проблемой. Сами понимаете. И наутро смотришь, там что-то завелось. Потому что мозг никогда не останавливается. Сосны – это отражение ваших дневных возбуждений. Чем вы там увлекались с ним? Вот такие вам и сны. Просто связи возникают случайно. Поскольку волюнтаризма вашего, который заставит работать мозг в нужном направлении, нет. И он там, значит, злодействует, как хочет. Мучает вас всякими кошмарами. Значит, есть еще практически совершенно вопросы. В общем, не ко мне. Внук 6 лет, до 12 лет, значит, начал учиться там музыке. Психологи говорят, что вроде бы надо подождать. Не надо ждать. Если вы хотите, чтобы ваш сын или внук стал психологом, тогда подождите. Ему больше ничего не останется, как потом учиться на психолога. Советы учить тогда, когда это удается делать. Чем раньше, особенно такая ерунда, как музыка, языки. Этим надо начинать делать рано. Музыкантов с поздним образованием я лично не знаю. Значит, мне многие пеняют, что, мол, где я, такой сякой, увлекся политикой и лезу в политику. В политику я никогда не лез и не лезу. Объясняю тысячу первый раз, что политика – это не что иное, как частный вопрос эволюции мозга. Это всего лишь навсего одна из форм проявления врожденных обезьянных инстинктов. Инстинкт доминантности. В любой популяционной группе он есть. И в своем, так сказать, пиковом состоянии – это политика. И высшая политика – это высшая доминантность. То есть для меня вся эта политика, в которой вокруг все скачут и поют, это является просто частным случаем работы мозга. Причем там три десятом. И устроено все это по очень простым законам. Другое дело то, что меня спрашивают редко об этом. Ну, и понятно, почему редко. Потому что, во-первых, это стоит прилично, если вы хотите правду получить. А во-вторых, никто же не думает, что политика – это просто-напросто частная функция инстинктивно-гормональной работы мозга. Все же думают, что это и есть цель. Ну, там же много денег, много девиц, много славы. Это и есть объединение-апофеоз. На самом деле это просто частный революционный процесс, не очень даже интересный, потому что абсолютно понятный. Ну, и многие там пишут странные совершенно вещи, для меня абсолютно неожиданные. То есть до такой степени, что я даже удивляюсь. И именно за это хочу выпить. Ну, например, мне Мухан, ну, такой странный погоняло, говорит о том, что спасибо за трезвый взгляд на этот сумасшедший дом, называемый цивилизацией. Ну, с трезвым взглядом вы явно погорячились. Это не коньяк, это терновая наливочка собственного изготовления. Ну, а теперь перейдем к разным интересным вещам. Почему-то много очень вопросов про стихи. И действительно, стихи, которые мне прислал один из любителей моих роликов, он стихи, кстати, пишет хорошие, особенно с рекомендацией, что побольше дело, поменьше слов. Ну, ориентируйся на моего попугая. Очень его стихи мне напомнили такого феноменального поэта Гавриилу Романовичу Державина. Но он мало того, что создал Министерство юстиции, ну, и жил, соответственно, в приличном месте, где, так сказать, можно предаваться было поэзии. В том числе, он там делал кружок поэтический. Кстати, я задолго до Пушкина. Так что наш, так сказать, предшественник, ну, и книжка издана, ну, сами понимаете, юристы могут издать книжку. По сравнению с моей, так ее в руках приятно держать, не то, что мои шедевры. Ну, так что вот Ахмедшин написал действительно блестящую книжку. Здесь отличная бумага, тонированная в массе. Чудесные приводятся стихи, автографы, портреты. Подробнейшая книжка, какой обрез. Только завидовать можно. То есть Гавриил Романович Державин был таким столпом. И стихи как раз его блестящие мы многие знаем с школы. Ну, например, приведу четверостишие, которое в советское время изучалось. Сейчас его почему-то нет. Интересно, почему. А звучит оно так. Я говорю, чтец плохой, но тем не менее. Осел останется ослом. Хоть ты его осыпь звездами, где надо действовать умом, он только хлопает ушами. Что, надеюсь, это что-то напоминает. На самом деле, литература развивалась в те времена, еще до Пушкински очень интенсивно, и много чего было интересного. Ну, вот, например, у меня в руках книжка очень интересная. Она называется «Христоматия славянская». Избранные места из произведений древнего отечественного наречия. 1828 год. Свежачок. И посвящена она прекрасному человеку, Александру Семеновичу Шушкову. Кстати говоря, Российской Академии Президенту. Значит, Академия наук имеется в виду. Вот такие люди возглавляли Академию наук когда-то, в давние времена. Одновременно министр народного просвещения и главноуправляющий духовными делами иностранных исповеданий. Обращаю внимание, очень интересный человек. Почитайте о нем, не пожалеете. Действительно, столб русской и словесности, и русского просвещения. Ну, а книжечка тоже очень полезная, потому что здесь образцы русской литературы. Той самой, на которой воздвиг свое имя Александр Сергеевич Пушкин. Без этого, без кружка Державина, без словесности, утверждения развития словесности и Державина, Можуковским, и многими другими известными личностями. Ничего бы сегодня не было. И Пушкин бы, в том виде, в котором мы его знаем, бы никогда не появился. Достаточно упомянуть, что там тоже самое Шишков был генералом, боевым, награжденным именным оружием. Кроме этого, он боролся непрерывно с Голицыным, потому что тот возглавил Министерство духовных дел и просвещения. Но ровно то, что сейчас происходит последние 25 лет, еле удалось Голицына снять с этой должности, ликвидировать это все безобразие. Так что советую почитать и о Гаврииле Романовиче Державине, и о Шишкове. За Родину будет приятно. Ну, на этом до свидания. Надеюсь, что будут еще какие-нибудь вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok